Чуваш Автодор 54 миллиона рублей, Инстрой 6 миллионов, ГЭС-Строй 963 тысячи. Это цифры задолженности предприятий по заработной плате. На межведомственной комиссии руководители компаний, контролирующих их министерство, отчитались о том, как меняется ситуация по долгам. Строительные должники, невыплаты зарплаты своим работникам грешат ГЭС-Строй и СООР. В последние сейчас закрывают долги за октябрь, погашено 95%. Акционерное общество ГЭС-Строй задолжало сотрудникам 963 тысячи рублей. Общество реализуется неиспользованное в производстве основные средства. В первую очередь речь идет о гаражных боксах. Ведется работа по погашению депутатной должности и по оперативной информации, полученной на 1 декабря текущего года, имеющая просрочную додолжность полностью погашена. Те же проблемы есть у дорожников и транспортников. Чуваш Автодор и Чуваш Автотранс сейчас находятся в процедуре банкротства. Тем не менее, возврат долгов работникам это не отменяет. И если в Автотрансе зарплату людям дают с задержкой на несколько недель, то у Автодора серьезный долг в 54 миллиона рублей. Чтобы его погасить, на торгах распродают имущество компании. С учетом проведенных торгов 4 декабря у нас поступило заявок на 61 миллион рублей. То бишь, две трети задолженности перед зарплатой будет погашена до середины января 2018 года. Остальная задолженность по зарплате, она будет все-таки погашена в первом квартале 2018 года. Не все руководители компаний дали внятные объяснения сложившейся ситуации. Глава региона Михаил Игнатьев напомнил, что республика внимательно следит за теми руководителями, которые экономят на своих сотрудниках. За бездействие вас могут привлечь к ответственности. Про это прошу не забывать. Не пугаю я вас, соответственно, и все остальные службы, ведомцы, они делают свое дело. За действие и бездействие на сегодняшний день законодательная база одинаковая. Оценивать любого должностного в лице. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Сергей Адушкин. Республика.